И как мы видим, хоть она и энергонезависимая, все равно все разморозилось Приезжает этот манипулятор, встает там в воротах и говорит, что дальше он не поедет Я позвонил менеджеру, сказал, что я так не работаю Я тут немножко все передумал Сверла уже все поушатывали, они уже синие Глаза смотри на, что это за хуйня, блять Короче, это херовая идея, если вдруг вы где-то увидели, такой лайфхак, не надо так делать Это херовый совет А сегодня мы поедем в нашу с вами баню, которую мы тут недавно с вами сдали И сдали в эксплуатацию И будем там обустраивать кессон В итоге мы пришли к такому выводу Большое спасибо вам, друзья, за ваши комментарии, за ваше неравнодушие Заказчик прислушался ко всем комментариям, которые были в этом ролике К моим собственным пожеланиям, которые я озвучил Что я думаю про греющие кабели И что я думаю про кессон Ну, в общем, будем собираться Будем сейчас собирать оборудование, которое нам нужно для этого Возьмем лопатки, я их наточу сейчас на наждаке Чтобы не болгаркой на объекте, на коленке точить Как-то обычно бывает, там готовить инструмент А подготовимся заранее основательно Сделаем все как положено Взял цемент 500-й хольцем Самый нормальный цемент в нашей местности Есть еще евроцемент, ну, был к хольцем, поэтому я взял к хольцем Отличный цемент Я строю дом, кто не знает И фундамент моего дома сделан именно из такого цемента Я доволен, цемент хороший Еще водоотталкивающая специальная добавка для цемента Я вообще сторонник того, чтобы использовать разные добавки Пластификаторы для бетона Я вот люблю использовать пластификатор S3 Он самый дешевый и самый эффективный Ну и вообще, в целом, пластификатор частенько использую Не частенько, а всегда практически использую Попробовал однажды, использую постоянно Вот, и вообще, что касается добавок для бетона Очень много в ютубе лайфхаков Там кто-то шампунь добавляет, кто-то там моющее средство Это все лажа полная Потому что есть испытания, которые проводились И показано, как на сжатие в итоге бетон реагирует Короче, это херовая идея Если вдруг вы где-то увидели, такой лайфхак Не надо так делать Это херовый совет Вот, еще жидкое стекло у меня есть Я его расходую уже лет, наверное, пять Вот, но у меня земляных работ на самом деле не часто бывает Немного, поэтому вот такая канистерка, она у меня до сих пор Для чего нужно жидкое стекло и как его использовать И многие опытные сантехники знают Вот, поэтому объяснять долго не нужно Кусок вентиляционного короба У меня брат работает на промышленной вентиляции Я у него его прихватизировал Я буду использовать этот кусочек в качестве опалубки Для того, чтобы сделать приямок внутри кессона Для того, чтобы в будущем там установить насос Со встроенным поплавком дренажный Для того, чтобы сливную воду, которую мы сливаем с трубопровода Чтобы можно было выкидывать из этого кессона Сейчас мы его не будем ставить, потому что бюджет нам не позволяет так сильно разгуляться Но задел для этого мы сделаем заранее Чтобы оно было сразу, чтобы в будущем это не стоило дорого Ведерко, в котором будем мешать Рулетка измерительная и измерительная линейка Она гораздо лучше, чем рулеточка Потому что она не боится воды И ее можно сделать фиксированные нужные нам длины Палочку и мерочку, и ей мерить Уровень строительный И молоток Молоток нам нужен для того, чтобы из него сделать отвес Чтобы копать ровненько Лопатка маленькая, лопатка большая Венчик, низкооборотистая дрель У меня нет миксера, поэтому низкооборотистая дрель Она с этой задачей отлично справляется Чего не скажешь про перфоратор Многие отделочники или плиточники, я заметил, грешат тем, что берут венчик, втыкают его в перфоратор И перфоратором мешают раствор Замешали ведро, дотронулись рукой до перфоратора Перфоратор раскаленный, как утюг Неделя такой работы, перфоратор умирает Друзья, запомните, самый дешевый миксер за полторы тысячи Справится с этой работой лучше, с работой миксера Чем самый дорогой перфоратор за 30 тысяч Не мучайте перфоратор и не убивайте их Кстати, перфоратор мы тоже с собой берем Берем короночки на 35 Длинные, не длинные Для того, чтобы нам с вами коронить кольца У нас входящие диаметры будут на 32, поэтому короночки все на 35 Чемодан с музыкой Перфоратор аккумуляторный Винтоверт, аккумуляторная болгарочка Герметик, не обращайте внимания, что такой дорогой топовый герметик Дело в том, что у меня совсем недавно был объект, где нужно было мойку засиликонить А там вокруг было очень много окон и очень много солнечного света И я не хотел, чтобы через год этот прозрачный герметик, бесцветный, чтобы он пожелтел Чтобы заказчик меня поминал плохим словом Поэтому купил топовый дорогой герметик, хороший Вот, ну и поэтому здесь на черновых работах мы будем его использовать Потому что долго их хранить нельзя Вот, они застывают прямо в своей тубе Поэтому мы будем его использовать здесь Вот, и ножичек Крутой ножик, дорогой, я вам скажу, друзья Но он того стоит То есть 2000 он стоит, этот ножик Мало кто согласен такие деньги платить за строительный нож Но он офигенный, он в руке лежит Он прям, ну он хорош У него прям, ну все как должно быть в хорошем ножике Все есть Я про него не рассказывал вам Ну вот, короче, могу сказать, что вот я им пользуюсь примерно полгода Отличный ножик, фирма Ирвин Во всех инструментах, короче, его просто найти Просто вбиваете ножик, строительный, самый дорогой Сортировать по цене, ищите самый дорогой Он самый дорогой, короче Но ножик хороший, он того стоит, я не жалею Почитал отзывы сначала, тоже самого жаба душила Но нормально Короче, пистолет для герметика Я использую пистолет для химического анкера И для герметика, и для химического анкера Чтобы не таскать два пистолета, я использую один Вот, ну про перфоратор я вам сказал Еще пару штативчиков я взял Для того, чтобы вы могли все это видеть, действовать В общем, сейчас берем все это барахло Грузим в машину Берем удлинитель, тоже грузим в машину Едем, заказываем кольца И едем копать ямку для колец И если все будет хорошо Вечером мы эти кольца будем принимать В общем, друзья, прибыли мы с вами на место производства работ Здесь будет кессончик будущим Прямо сейчас мы начнем его копать Вы здесь со мной присутствуете Я вас под крышу спрятал Потому что у нас тут такой мелкий, противный, холодный, осенний, моросящий дождик Вот, но вы у меня под крышей Вам хорошо, чего не скажешь обо мне Но, тем не менее, мы начинаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, вот такая глина, блин, вообще Ботинки у меня весят килограмм по пять, наверное Эта глина прилипает к лопате, короче Невозможно работать, просто капец Вот, ну, короче, мы с вами победили Ну, вернее, не допобедили Надо будет завтра по-светлому еще подровнять дно Чтобы сюда кольца четко встали Ну, это будет мой кабинет, как вы поняли Здесь евроремонт ожидается в ближайшем будущем Здесь будет приемная для секретарши, короче Будет у меня секретарша с длинными ногами в приемной Короче, как вы поняли Я устроился на тепленькое местечко нормальное Вот, и, короче, лучшая работа в мире Она теперь моя Лучшая работа в мире Лучшая работа в мире Это лучшая работа в мире? Лучшая работа в мире Лучшая работа в мире Блядь, нет, чтобы упасть на свои сраные коленки, блядь Поуговаривать меня, нахуй, и так далее, блядь Придется так ехать, нахуй Все, я выезжаю, заебал ты меня уже Короче, мои друзья позвонили Пал Юрьевич и Кирилл Юрьевич Говорят, мы в гараже сидим Приходи Сейчас насинячимся просто в слюне Прям, вот так, прям Что это за хуйня мне, кто скажет, блядь Глаза смотри, нахуй Что это за хуйня, блядь Нахуй я приехал, это что, блядь Что это, нахуй Это что, блядь, такое, нахуй Вы меня куда позвали, ребята Ты закуску взял Я взял пирожки Ну, вот пей кофе, а мы с ним пойдем 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 А, ну нормально, слушайте Неплохо, неплохо Короче, сверлит Сайлент-блок Каленый Каленый металл Вот этой машинкой Сверла уже все поушатывали Они уже синие И у этого человека есть сверлильный станок Вот с таким маленьким патрончиком, блядь Вот такая дура огромная С таким малюсеньким патрончиком Как включается Чтоб вы понимали У него у шуруповерта патрон на 16 мм А у сверлильного станка на 10 мм Это я не знаю, как этого человека назвать И токарный станок стоит рядом, блядь И он исправный Смотрите, даже стружечка у него тут лежит Сверлить шуруповертом Задрачивают, убивают сверла, блядь На больших оборотах Я пришел получить их уму-разуму Как вы поняли сюда Сверлильный станок стоит рядом, блядь Настал вечер следующего дня Весь день было не до съемок Тут произошла история такая Что кровушки у меня попили, дай бог Здесь такая вот дорога Видите, на въезде стала Как будто тут французы отступали Вот, сейчас расскажу Что этому предшествовало Короче, за день до этого, как вы помните Я приезжал в контору, которая Занимается производством, продажей Бетонных колец Я приехал, говорю, ребята, так и так Надо два кольца, крышку, оголовок И нужен манипулятор, чтобы это все опустить в яму Потому что я один работаю, ну, без вариантов Вот, и привез Свой телефон, и на телефоне показал Какая дорога, что тут скользкая трава И что манипулятор лучше бы был на приводной Чтоб приехал Да, короче, все нормально Типа, приедет задроченный Хондай Мы ему, типа, на жопу кинем Два лишних кольца для веса Чтобы он лучше ходил Ну, как знаете, у манипулятора У него же задний мост ведущий И он легкий, потому что жопа легкая А передний мост Не ведущий, рулевой Он сильно тяжелый Он везде проваливается И задние колеса шлифуют Из-за того, что на переднем мосту Стоит там, где кабина Там стоит эта краноманипуляторная установка Она сама по себе тяжелая Ну и, короче, это большой минус к проходимости Они на ровном месте застревают Я, зная этот момент, заранее снял на видео дорогу И показал Менеджер говорит, нормально все, приедет На жопу кинем два лишних кольца Для веса и все проедет Короче, приезжает этот манипулятор Встает там в воротах И говорит, что дальше он не поедет Он готов разгрузить эти кольца Прямо здесь И чтобы я один на своем горбу их вылоебил И сам как-нибудь там их опускал в эту яму Но стоить это мне будет, как будто он доехал до места И разгрузил как надо, куда надо И все установил, и все сделал И чтобы вы понимали Он привез одно кольцо, а не два Я говорю, дружище, ты привез не то Не в том количестве и не в то место Ты мне вообще не нужен никак Даром Не то, чтобы за деньги Тем более за такие деньги Ну и короче, он отправился туда, куда ему и следовало бы Вот Я позвонил менеджеру, сказал, что Я так не работаю Ну короче, передо мной извинились Сказал, ладно, ладно, все, мы уехали Короче Я поехал на ближайшие рынки На ближайшие конторы обзванивать Ну выяснилось, что конкурентов у них тут особо нет Вот Самое лучшее, что я нашел, это два кольца Мне привезут на газели Без крышки Крышка, может быть, и будет Ну, а головок, я имею в виду, бетонный Может быть, и будет, а может быть, и нет Ну короче, лотерея В итоге Я поехал на строительном рынке Взял двух ребят Подсобников, помощников Вот И пока с ними ехал Позвонил в эту контору Говорю, ладно, хрен с ним Пусть этот манипуляторщик приедет Только привезет два кольца, а не одно Вот И выгрузит уже, где попало А дальше мы сами докатим Теперь есть кем докатить Ну, позвонил заказчику Объяснил ситуацию Ладно Приезжает, короче, не манипулятор Приезжает газель И застревает вот в этом месте Вот возле этой березки К тому моменту, как сюда приезжаю Я на своей машине Я на своей лысой, как коленка, резине Я вам покажу ее Проезжаю мимо него Паркуюсь там Сюда мы с ребятами подходим Тачки с песком Вот здесь вот песочек Видите, подкладывали Тут доски У него ни домкрата, ни ключа Он называет себя водителем Это не водитель Это такой хуёвый наездник Вот Ну, короче Вытолкали его с горем пополам А водит он, короче, чтобы вы понимали Мне показалось Что у него либо газ постоянно нажатый Либо сцепление не работает вообще Короче, он постоянно машину срывает В буксование В эту шлифовку В натяжку Что такое ее держать там Он не знает Вот И, короче, везде постоянно Его надо было толкать Чтобы он тут проехал Он доехал до ворот Начал задом заезжать Три раза туда-сюда попытался Постоянно шлифует, блин Портит этот газон Я говорю, все, уймись Успокойся Просто встань И мы тебя разгрузим Просто уезжай отсюда Чтоб глаза мои тебя уже не видели Ну, так и сделали Кольца скатили Короче, там по лыжам Лыжи он привез Он начал выезжать Передним колесом застрял здесь Потом назад Шлифовать Толкать Короче, два раза он здесь застревал И два раза мы его вытолкали Прямо здесь поставили На этой дороге Здесь уже дорога нормальная Чтобы вы понимали Тут не грязь Вон, видите Тут щебенка есть Ну, нормально Можно ехать Он и здесь умудрился застрять Короче, это самое С разгона Говорю, просто прямо Уезжай отсюда Чтоб глаза мои тебя не видели И все Вот Ну, короче, так и случилось Но стоило это так Как будто бы он приехал На манипуляторе И разгрузил как надо И все сделал офигенно Такой сервис Короче, друзья И такое отношение к людям Когда у тебя нет конкурентов Это прямо как с нашим автопромом Долгое время Спрос превышал предложение И наши автопроизводители Лепили говно Ну, они и по сей день Так, короче Культура в нашей стране Труда Всегда была на дне Особенно по части строительства Всегда Всегда все плохо Вот Ну и, короче Суть-то еще в чем Привезли одно кольцо И, знаете, я еще Когда общался с менеджером Я говорю А у вас кольца гостовские? 90 сантиметров? Не, 80 Потому что во всей округе Никто не делает гостовские И мы тоже лепим говно Ну, ладно 80 Так 80 Нет, надо понимать Какую яму так копать А в итоге Кольца приехали Они 76 сантиметров высотой То есть Если вы спрашиваете по телефону Там, или когда договариваетесь Тогда в этом случае Вам скажут Что 80 А если не спросите То вам умолчат Короче, об этом А по факту Они еще меньше Ну, короче Полное днище Вообще Абсолютное разочарование Просто полный пиздец Вот, короче Для этой местности Я понял для себя Что мне надо найти Нормального поставщика колец Пусть даже это будет дороже Дальше там Или что-то Ну, чтобы был нормальный сервис И чтобы вот с таким Больше не сталкиваться Вот Сейчас Шахта уже смонтирована Сейчас пока не стемнело Мы с вами Забетонируем дно Сделаем приямок Зачеканим швы Предварительно я их проложил Утеплителем Ну, и, короче Сделаем все это Настал следующий день, друзья Здесь все смонтировано Зачеканено Я вчера забыл вам показать Как смонтировали Забетонировал дно Тут доска стоит в распор Там Ну, чтобы на ней стоять И обустраивать дно Вот Ночью был дождик И накапала вода Вон, видите В приямок В будущем В этом приямке Будет дренажный насос Стоять Со встроенным поплавком И откачивать Выкидывать Сливную воду Вот Когда я заканчивал Уже было совсем темно Я ничего не снимал Вот Короче Успел только электроинструмент убрать И помыть лопатки Помыть лопатки Венчик там Ну и такое В общем А все остальное Так прямо побросал Короче Я прокопал Приготовился Чтобы Коронить там В колодец Заводить трубы В наш кессон Вот И я тут немножко Все передумал Я изначально планировал Здесь сделать 6 кранов На 3 потребителя То есть Отсечные краны На дом На уличный водопровод Вот он по забору идет И туда на баню И 3 крана сливных 3 отсечных 3 сливных Итого 6 кранов 6 кранов Там на глубине В кессоне Ну и от них Такие рукоятки Чтобы удобно было Их открывать Перекрывать Но для этого Нужно место А у нас его нету Потому что Внутренний диаметр Этого кессона Внутри 1 метр А диаметр Гидроаккумулятора Полметра И получается Что я отсылаю полметра всего И там еще Дренажный насос должен блесть От него труба И должно зайти 3 трубы Выйти 3 трубы И быть 6 кранов Ну короче Много всего Оно все довольно громоздкое Фитинги ПНД И полипропиленовые краны А у нас будут полипропиленовые краны Потому что тут холодная вода И всегда одна и та же температура Тут бояться нечего И поэтому здесь их спокойно Можно поставить И здесь Эта экономия Целесообразна И разумна Поэтому мы так и сделаем Вот И Короче получается Что места Очень будет мало Будет все это минимум очень компактно Я посмотрел Здесь колодец В колодце Есть сливной кран Вот он Но правда он неисправен Видите вот эта палка К ней на проволоку Был примотан рычаг Вот от того крана Рычаг сломался Или кран закис Или что И короче Оно теперь вот так работает И чтобы слить Это короче Проблема Я решил эту систему Восстановить Заменить кран Поставить кран Не с селуминовой ручкой А с остальной И к ней прямо Приварить этот рычаг Чтобы можно было Нормальную нагрузку давать И чтобы можно было Нормально перекрывать Потому что этот кран Перекрывается раз в полгода Раз в полгода открывается Раз в полгода закрывается Ну короче Ну вы поняли Вот И чтобы Это работало И получается Что там В кессоне Нам три крана Уже не нужны Мы можем сливать здесь Отсекая баню Слили с дома С летнего водопровода Закрыли Запустили заново И через воздухоотводчик 20 дюймовой колбы Фильтра Биг Бли У нас там на вводе Весь этот воздух Выйдет Если он там будет Вот И еще Значит Я тут немножко перемудрил Я Планировал изначально Вот эта труба Которая идет из колодца Она здесь встречает Свой первый фитинг Я планировал ее туда кинуть Там замуфтиться Затащить в кессон А из кессона Притащить трубу Уже сюда В это место Где заходит И сразу из колодца Вот Но потом я передумал Потому что здесь Вот видите Труба идет По верху А дальше она опускается Вниз В Вниз Ну в подвал туда В дом Сейчас я туда пройду Я вам покажу Вы увидите Тут правда темно Как У негра Под мышкой Вот А фонарик у меня заряжается Но я вам телефоном Вот посвечу Вон видите Я прокопал Вон там нора такая Теперь труба будет выходить сюда И она будет с постоянным уклоном Она не будет Так как вот она сейчас Сейчас я залезу Вам покажу Вот видите Она идет вверх А потом вниз И в гидроаккумулятор Уже заходит А реле давления На гидроаккумуляторе Вот так сверху расположено Вот В чем суть Я планирую Это реле давление Оставить Так же на этом месте Чтобы оно оставалось В верхней точке Нам это только на руку Вот Но здесь вот видите Такой есть Контур уклон А это значит Что когда Это все будет сливаться Я имею ввиду Не гидроаккумулятор А Вообще всю систему Тут довольно много приборов В этом доме Раковин Унитазов И прочего Вот И чтобы со всех этих приборов Со всех фильтров Со всего Оборудования Все нормально сливалось Вот по канализации По тому как она тут разведена Мы видим Что приборов немало Я решил прокопать И здесь под фундаментом Чтобы эта труба Была с постоянным уклоном А это все Просто разломать И убрать Потому что В будущем Этот дом планируется Что он будет отапливаемый Весь Кроме вот этого крылечка Это крыльцо Никогда не было отапливаемым Сам дом раньше топился Здесь есть газ Вот Но Котел там напольный Типа болтгаза отечественный Он уже давно сгнил Система была Однотрубная Она разморозилась Ну короче Там отопления нет По факту В будущем Мы ее будем Либо восстанавливать Либо разломаем Все нахрен под корень И заново Ее Собственно говоря И сделаем С такой же моделью котла Чтобы не переделывать Проект по газу Вот Ну короче Суть Ну скорее всего Полностью переделана Потому что Однотрубная система Вот эта Стариковская Знаете Самотечная Она как бы надежная Но не эффективная И как мы видим Хоть она и энергонезависимая Все равно Все разморозилась Все равно В любом случае Ничего нет вечного Короче В этой мире Кто бы как Ее не хвалил Эту однотрубку Самотечную Все равно Везде есть Свои тонкости Нюансы В современном мире Энергозависимые системы Они эффективны И своей эффективностью Перекрывают Свою энергозависимость Ну это тема Для отдельного видео Скажем так А здесь Задумка в чем Чтобы сделать Постоянный уклон Чтобы сейчас Пока этот дом Не топится Была возможность Сливать всю систему До капли В колодец Не в кессон А в колодец Вот И для того Чтобы в будущем Когда появится Отопление в этом доме И в подвале Станет тепло Чтобы не было проблем С вводом Чтобы еще раз Все это не раскапывать И чтобы заказчик Вот этого всего Чтобы он это не видел И чтобы у него Это второй раз Не повторялось И чтобы он второй раз За это не платил Поэтому я решил Проковырять Туда еще одно отверстие Вот так вот Расковырять заодно Свою руку Тут довольно тесно Ну вот Ну неудобно было Конечно Я тут много матерился За кадром Ну короче Сделал Вот И ну чтобы не было проблем В будущем Короче надо сделать Один раз нормально Потому что по другому Мы не делаем Потому что канал Будний сантехника И вы И я Мы горбатого не лепим Поэтому мы делаем Все хорошо и здорово Вот Сейчас мы поедем За материалами Потому что я до сих пор Этого не сделал И завтра Начнем выполнять работу Сантехника Работу бешеного строителя Кессонов Мы с вами На этом закончили Пришел в магазинчик Правда у меня Ботинки Немножко грязненькие Но я думаю Меня за это простят Я надеюсь Вот черт Не сегодня Начинаем с вами монтаж Вот так вот Я инструментик Разложил здесь Приготовился Там вот бухта с трубой Эта труба Будет заходить В колодец В будущем Вот Сейчас пока Она никуда не заходит Я минимизировал время Когда будет отключена вода Потому что заказчик Присутствует на объекте Вот Собственно говоря Труба Я видите Сейчас отрезал Я специально криво отрезал Чтобы показать Что Такой резак Вот эти Мои любимые ножнички Викма Они могут резать Немножко криво Для таких соединений ПНД Этот вопрос Ну не сказать Что бы принципиален Но скажем так Важен Вот Поэтому я использую резак Для канализации Риджит Он режет Идеально ровно И ко всему Он еще Помимо прочего Снимает фасочку Вот видите Стружечка наматывается Такая Вот Это Ну И удобно Видите Я одной левой Все это делаю А в правой руке Держу камеру Вот видите Стружечка наматывается Вот Рез получается ровный И еще дополнительно Снимается фасочка Это очень удобно И еще мы используем Смазку Силиконовую Для раструбов Канализации Можно было бы Использовать Санитарный Герметик Силиконовый Предназначенный Для того Чтобы обходить Ванны Там всякие Душевые кабины И Такие Моменты Вот Но он не совсем Предназначен Для этого Дело в том Что это кислотный Герметик И Он Негативно влияет На резиновые Уплотнения Здесь Совсем другая Философия Здесь Эта смазка Обладает Консервирующим Эффектом И Правильнее Использовать Ее Они бывают Много видов Есть Там Сантех Смазка Называется Желтая С белым Такой Тюбик У меня Такой Нету Я вам покажу На экране В общем Хорошая Тоже Смазка Недорогая Но правда Беда в том Что она Консистенция У нее Неоднородная Ее не совсем Удобно Наносить В общем Когда будете Выбирать Выбирайте Морозостойкую Они все У них Консистенция Такая Приятная И удобно Наносится Просто И В целом О герметиках Хотел рассказать Любой герметик Это В первую очередь Природный каучук И присоединенная К нему Химическая группа Они могут быть Разные То есть Санитарный герметик Как я уже сказал Он идеально Подходит Для того Чтобы обходить Им Ванны Душевые поддоны Там всякие унитазы И прочие Чистовые Сантехнические приборы Он Препятствует Образованию Плесени Благодаря Своей Агрессивности С санитарной Точки зрения Он хорош Но К сожалению Резиновые уплотнения Он не любит Вернее Резиновые уплотнения Не любят его И в этих случаях Мы используем Либо нейтральный Силиконовый герметик Есть еще Некоторые виды Чистовых покрытий Которые не любят Санитарный герметик Это нужно учитывать Нейтральный герметик Он немножко дороже Но Вместе с тем Он безопасен То есть Вы не испортите Чистовое покрытие Это тоже важно То есть Тема с этими герметиками Это на самом деле Тема для отдельного видео Так, друзья Новый день настал Вчера я не снимал Уже до темна провозился Вот такой вот кессон У нас так выглядит Пеноплексом я его утеплил И вот такими клиниями Видите Расклинил В упорняк Чтобы они прижались Все эти кусочки К нашему кессону Вверх его я утеплил Вниз утеплять Не только Не нужно Не нужно для того Чтобы тепло снизу шло А отсекаем холод Вот Ну, в общем Этим пеноплексом Мы здесь все утепляем Клиниями И пустоты заполняем пеной У меня ушло Два баллона пены Ну, правда Я саму дешманскую пену Купил Там неполные баллоны Вот Ну Здесь Таким вот образом Ой, сейчас я Наклонюсь Вот таким вот образом Я все расключил Вот Сливную арматуру Я не стал делать Чтобы сливалось В этот приямок Но сам приямок Друзья Нам будет нужен Для того Чтобы мы могли Откачивать Выбрасывать отсюда Дождевую Талую воду Потому что Через этот люк Все равно Дождевая вода Будет попадать Вот Ну, как видите Гидроаккумулятор У нас тут поместился Он как раз В упорняк В этот люк Пролазит Для этого Их и делают Такого диаметра Чтобы они могли Помещаться В кессонах Из бетонных колец Это специально Именно так и рассчитано Вот Реле давления Я расключил Так вот Протащил эти проводочки Вот И сделал Вилку с розеткой То есть Теперь Если нам надо Отключить насос В колодце Мы просто Выключаем здесь Вилку из розетки До этого Насос был завязан На автомат А вместе С этим насосом На этом автомате Висела еще половина дома И получается Что если надо Отключить насос Надо чуть ли не весь дом Отключать Вместе с ним Вырубался свет Вырубался холодильник И так далее Сейчас Мы сделали Вилку и розетку И для пользователя Нет ничего проще Чем вытащить Вилку из розетки Вот А сливать Мы будем в колодец Вот видите Здесь раньше был кран Вот от него Ручка такая Видите Силуминовая Уже вся окислилась К ней Вот такими хомутами Был примотан Пруток Вот этот Другой его край Вот И там сливалось Ну В один прекрасный момент То ли кран закис То ли что Ну короче Ручка сломалась И слив не работал Я залез Приварил там Ну поменял кран Кран сдал С остальной ручкой Вот видите От него С эту снял Изоляцию Кран Бугатти Ну такой Есть они С остальной ручкой С рукояткой Вот И короче Приварил И теперь Теперь сливается Здесь вот таким вот образом Там ниже Чем глубина промерзания И это удобно То есть мы Там перекрываем Ну то есть Открываем Все потребители Кроме например бани Баню мы перекрываем Нам с нее сливать не надо Идем сюда Открываем здесь слив Идем в дом Открываем все смесители Сливаем бачок унитаза Все-все везде Оставляем открытое У нас все сливается До капли Через этот кран Обратно в колодец Потом идем В кессон Перекрываем Те потребители Которыми мы Зимой пользоваться Не будем Идем сюда Закрываем здесь Этот кран И потом опять Включаем в розетку И у нас давление Пошло Но только в баню Летний водопровод И дом Остаются без воды На зиму Потому что там она не нужна Ну и потом мы идем И в унитаз Вливаем в чашу унитаза Там немножко омывайки Или солим там эту воду Ну и короче делаем Принимаем меры К тому чтобы она там В чашу унитаза Не замерзла Чтобы мы не покупали Унитаз весной Вот Ну там в другие Гидрозатворы Сифоны И прочее Тоже омывайку Желательно влить Чтобы не было проблем И таким образом Мы это все дело Консервируем на зиму Закопал траншейку Закопал кессон Накрыл пленочкой Навел тут порядочек Такой Чтобы мусор Нигде не был разбросан Ну то есть как Если собирание мусора В одну кучу Считается наведением порядка Или рассматривается Как разновидность порядка То да Вот так я это сделал Ну я не знаю Куда его тут деть В общем Так сделал Вот Ну Здесь надо еще помыть Брусчаточку Но не сегодня Потому что уже темнеет Уже капец Вот И Слил короче Все с дома Слил весь уличный водопровод О кстати Вот я вам сейчас что-то покажу Смотрите Я кран оставил Вот так вот на 45 Для того чтобы Шарик Внутри шарика И в полости Между корпусом крана И шариком Вода тоже не оставалась Потому что если там останется Хотя бы капелька Эта капелька Обязательно разморозится И обязательно разорвет кран Чтобы у вас краны Ваши уличные Жили долго На зиму Оставляйте их Вот так Под 45 Чтобы полностью Все слилось В том числе И с самого крана Потому что у него Внутри есть Четыре полости До крана После крана Внутри шарика И снаружи шарика Вот Чтобы все полости Остались сухие Оставляйте Вентиль Вертушок Рычаг Бабочку На 45 Относительно Самого крана Корпуса крана Вот Сейчас мы еще Пару приборов Поставим И На этом здесь Тормознемся Такой унитазик В общем друзья Я поставил Тут либо пол Немножко кривой Стыки плиток Либо Подошва унитаза Немножко кривая Он чуть-чуть играет На полу Крепил я не гвоздями В пол Потому что здесь У нас теплый пол И его еще Немножечко Сдвинул вправо Но он приклеенный Кто не понял Вот Я всегда так делаю Сдвинул чуть-чуть вправо Кто помнит В предыдущих сериях Я алмазной бурилкой Тут бурил бетон Для того чтобы Сдвинуть канализацию Правее Чтобы унитаз был Подальше от стены И сейчас На часовом этапе Я его тоже Сдвинул подальше от стены Чтобы он был Симметрично Швам плитки На полу И его правая сторона Симметрично Левой стороне Будущего здесь Полотенцесушителя Его пока нет Но я уже знаю Как это будет Вот И здесь еще Установил Душевую систему Вот такую Hansgrohe Select Последнее время Мои заказчики Выбирают Вот именно такие Если вы помните В резидентских композиторах Мы ставили точно такую же Душевую систему Единственное Что она только с изливом Была в ванну И штанга у нее была Подлиннее Потому что сам смеситель Находился где-то На этой высоте Вот Ну короче Суть в том Что Почему так происходит Это не я навязываю Этот выбор заказчикам Они меня спрашивают Что порекомендуешь Я называю марку Но конкретную модель Не называю Потому что Это неправильно Навязывать свой выбор Заказчику Заказчик сам должен выбирать Потому что Заказчику жить потом С этими приборами И ему потом Ими пользоваться В общем Я называю марку И говорю Там есть позиции Недорогие Есть вот линейка Селик такая Есть из чего Повыбирать Они качественные У них гарантия На хром Гарантия на кранбуксы Гарантия на термостаты Короче Хорошие линейки Хорошие Душевые системы Как бы Я их рекомендую И заказчики Вот выбирают Вот именно такие То есть Это не мой выбор Это выбор заказчиков Вот Ну короче Здесь еще полотенцесушитель Там краник Парилка такая Помните я вам рассказывал Трап красиво Четко по плитке Здесь будет краник В будущем Красивенький какой-нибудь Здесь будет банная ведерко Для него здесь трап сделан Тоже видите По швам плитки Как добиваться такого эффекта Вы сейчас видите Подсказку на экране Где я это делал И как я делал Я там все это подробно Рассказываю Вот Здесь будет большой полотенцесушитель Он тоже будет Видите По центру шва И вот этой плитки Тоже четко Ну Тогда на черновом этапе Когда я все это делал Я уже знал Как это будет Как это будет На что это будет похоже На ванной смеситель Короче Еще надо предстоит поставить Здесь вот Для радиаторов выходы Вон там тоже Наверное видите Здесь раковина будет С тумбочкой Скорее всего Широкой Такая во всю стену Скорее всего Зеркало с подсветкой И здесь будет Полотенцесушитель Поменьше Тоже лесенка С нижним подключением Вот Ну короче Работы тут еще достаточно Но пока Этих приборов нет А это значит Что на этом этапе Этот объект Мы с вами закончили Миссия выполнена Мы победили Вот И серию эту Мы пожалуй Тоже с вами закончим На этой ноте Я напоследок Хочу пожелать вам Чтобы Конец сезона Вы закончили достойно Чтобы в межсезонье Тоже работа была Чтоб в семье все клеилось И чтоб все было круто Гарно И чтоб все было суперски Вот Всем огромной удачи И пока Кстати Кто еще не подписан На наш канал Подпишитесь Нажмите на подписку И нажмите на колокольчик Девки шарят Ставьте лайк И ставьте лайки 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 И все лайки Ага Поставьте Десять лайк